В начале 20 века, во время золотой лихорадки в Америке, многие люди готовы были преодолеть тысячи миль, чтобы разбогатеть. Каково наше желание, если бы нам Бог предложил? Проси, что желаешь, что бы мы у него попросили? Дочь Иродианы попросила у царя голову Иоанна. А когда Господь спросил молодого царя Соломона, «Проси, что мне дать тебе?» Соломон попросил мудрости и познания. Какой был бы ответ наш? Давайте пройдем этот урок, и у нас, я думаю, ответ вырисуется более четко. Памятный стих к этому уроку гласит. «Многие хвалят человека за милосердие, но правдивого человека кто находит?» Это 20 глава притчи, 6 стих. На этой неделе мы рассмотрим различные притчи и практические истины, которые они предлагают. Истины, которые, если принять их сердцем и затем следовать им, могут на самом деле помочь нам преодолеть негативные влияния этого греховного мира и подготовить нас к миру лучшему. В ходе рассуждения к памятному тексту мы еще вернемся, а теперь обо всем подробно. Воскресенье. Два вида мудрости. Давайте сначала посмотрим, что такое вообще мудрость. Мы не будем даже обращаться к словарям, посмотрим все здесь, в притчах. С самых первых слов, начиная читать эту книгу, мы видим это слово. Я цитирую текст. «Чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума». Это 1 глава притчи, 2 стих. Возвращаемся к истории Соломона. Бог спросил молодого царя, «Проси, что мне дать тебе?» Соломон попросил мудрости и познания. Он понимал, какие проблемы кроются в эгоизме. Он видел, как брат Авесолом пытался убить Давида, их отца, с целью заполучить славу и власть. Он прошел через соперничество с братом Адонией, решившим организовать для себя собственную инаугурацию и стать царем. Соломон знал, насколько опасным может быть желание самовозвышения. Поэтому он решил просить помощи у Бога. Он знал, что мудрость можно обрести только в нем. Вот значение этого слова мудрости. В еврейском подлиннике оно значит умение, искусство, опытность или премудрость. Это мудрость, которая помогает нам справляться с жизненными трудностями, реально существующими, эмоциональными или духовными по своей природе. Поэтому мудрость связана с искусством жить. Не это ли необходимо для бескористного сердца, даже когда мы окружены сосредоточенным на себе миром? Соломон спрашивал, но правдивого человека кто находит? 20 глава притча 6 стих. Этот вопрос освещает нужду в истинных христианах, мужчинах и женщинах, живущих в соответствии с той верой, которую они исповедуют своей речью. Соломон ставит перед нами серьезную задачу – будем ли мы найдены среди верных? Практически в любой трудной ситуации нам придется делать выбор между мудростью этого мира и небесной мудростью. Мудрость мира часто будет предлагать нам пойти на компромисс с нашими принципами, для того, чтобы преуспеть. Однако это ловушка. Подобные компромиссы могут иметь место в школе, дома, в общежитии и вообще в обществе. В конце концов, они приведут нас к великой потере. Мудрость мира иногда кажется единственным возможным и разумным решением в сложной ситуации. Но небесная мудрость говорит, что это ложь, приобретение сокровища лживым языком, мимолетное дуновение ищущих смерти. Иногда, в определенный период, мы можем наслаждаться грехом и думать, что не будет никаких плохих последствий. Но небесная мудрость говорит, что это тоже ложь. В какое-то мгновение Адам и Ева тоже наслаждались сладким вкусом плода с дерева познания добра и зла. Однако, очень скоро эта сладость обернулась горьким сожалением. Вот как это описано в притчах. Сладок для человека хлеб, приобретенный неправдою, но после рот его наполнится дресвой. 20 глава, 7 стих. Дресва – это крупный песок или мелкий щебень. Если мы будем жевать вот такой крупный песок или, как называют его еще, отсевом, то это непременно испортит нам зубы. А какой ужасный будет вкус! Подобно этому, грех может разрушить нашу жизнь и принести с собой ужасные последствия. Грех компрометирует наши взаимоотношения с Христом, хотя порой может казаться это разумным. Давайте посмотрим теперь, что говорит небесная мудрость. Небесная мудрость призывает нас к честности, советует обращать внимание на состояние людей, которым не так повезло, как нам. Об этом говорит нам и Иисус, в Матфея 25 главе мы читаем, с 31 по 46 стихи. Об этом же говорит и Соломон в книге притчи. Почему так важно кормить голодных и одевать бедных? Потому что мы созданы не для того, чтобы обхаживать самих себя, но чтобы быть благословением для окружающих. К сожалению, большинство живущих в мире людей работает только для собственной выгоды и пользы. Это создает немало сложностей для последователей Христа. Каждый из нас, особенно молодые люди, время от времени подвергаются давлению, вынуждающему отвергнуть Божью мудрость, пойти на компромисс с нашими христианскими принципами. Однако нужно всегда помнить о том, что подобные компромиссы никогда не будут вознаграждены. Небесная мудрость побуждает нас жить честно, целеустремленно, быть благословением для окружающих. Живя так, мы обретем истинное счастье. Мы дети Небесного Отца, который всех нас любит одинаково. Ту же небесную мудрость, которую мы встречаем в книге притчи, мы также слышим и от Иисуса. Он говорит, «Истинно, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». Мы не можем ожидать Его возвращения, не радуясь и не помогая окружающим людям узнать о Нем. Мы не можем изменить тот факт, что живем в падшем мире. Но небесная мудрость Иисуса зовет нас, учит нас делать добро, независимо от того, что подумают или скажут другие. Помимо совершения добрых дел, мы также должны учить окружающих творить добро. Как лично знающий источник истинной благодати, мы должны выполнять благородную задачу – помогать окружающим принимать Божий путь. Мы делаем это словами, личным примером и добрыми поступками, на которые вдохновляет нас Дух Святой. Понедельник. Крепкое основание мудрости. Прочитаем текст Писания. «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». 22 глава притчи, 6 стих. «Не все знания, которыми мы обладаем, являются полезными». Спорили как-то мужик с одним верующим человеком. Верующий спрашивает мужика, «Ты хоть знаешь, сколько учеников было у Христа?» «Не-а!» – ответил мужик. «А ты знаешь, сколько зубей в пиле?» – в свою очередь спросил его мужик. Но верующий этого не знал. Ну и ладно, не важно, сколько зубей в пиле, надо уметь ей пользоваться. И количество учеников может быть не так важно знать, а вот что некоторые из апостолов пишут, и что значат те слова, которые они записали, и главное, как соблюдать то, что советует нам Священное Писание. Это гораздо важнее, чем количество зубьев в пиле и даже количество учеников Христа. Некоторые люди очень много знают и наизусть цитируют целые главы из Библии и даже хвалятся, что они Библию в этом году уже второй раз прочитали. Складывается впечатление, что факты и знания стали для некоторых кумирами. Мы думаем, что чем больше мы всего знаем, тем успешнее будем. Часто кажется, что столько всего нужно изучить, столько всего попробовать, что не остается достаточно времени для внимательного исследования Слова Божьего. Порой гораздо важнее целый день размышлять над одним стихом из Библии, чем прочитать десять глав подряд. Давайте посмотрим, например, Вальденцев и Уиклифа, как они относились к своим детям в вопросе духовного их воспитания. Ради истины вальденцы жертвовали своим земным благополучием. Им приходилось трудиться с неистащимым терпением, чтобы добывать свой хлеб. Детей они учили, что Бог хочет видеть их собранными и дисциплинированными, что свои потребности они могут удовлетворить только собственным кропотливым трудом, предусмотрительностью, усердием и верой. Это было трудно и утомительно, но полезно и благотворно, и являлось именно той школой, в какой нуждается человек в своем падшем состоянии, школой, которую Господь определил для воспитания и развития своих детей. Юноши не только приучали к тяжелому труду и лишениям, но и уделяли внимание их умственному развитию. Им внушали, что все способности человека принадлежат Богу, и они обязаны развивать и совершенствовать свои дарования для служения Богу. Молодежь получала наставления от старших, хотя обращалось внимание и на общее образование, все же основным предметом изучения оставалась Библия. Сам Уиклиф был незаурядной личностью, и все это следствие воспитывающей и преобразующей силы священного писания. Таким, каков он был, его сделала Библия. Стремление познать великие истины Божественного Откровения оживляют и развивают все наши способности, расширяют ум, обостряют восприимчивость и делают наше суждение зрелым. Изучение Библии, как ничто иное, облагородит каждую нашу мысль, чувство и стремление. Оно дает нам целеустремленность, терпение, смелость и силу духа. Оно очищает характер и освящает душу. Серьезное, благоговейное изучение Библии, приобщающее ум исследователя непосредственно к безграничной мудрости, дало бы миру выдающихся людей с многообещающими дарованиями и благородными принципами. Никакие философские учения и школы не способны дать столь впечатляющих результатов. Откровение слов твоих, говорит псалмопевец, просвещает и вразумляет простых. Вторник. Практическое христианство. Несмотря на то, что живем мы в мире падшем, это не дает нам повода поддаваться влиянию мира и оправдывать себя в своем секулярном настрое на то, что все, мол, так делают, а чем я хуже их. У нас есть наш путеводитель. Это Слово Божие и сила Святого Духа, благодаря которым мы вполне можем стать и быть настоящими христианами. Позвольте привести три составляющие, взращивающие практическое христианство. Базироваться мы будем на некоторых текстах из книги-притчей. Единство. Человек лукавый, человек нечестивый, ходит со лживыми устами, мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими, коварство в сердце его, он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры. Это я прочитал из шестой главы притчи, двенадцатой по четырнадцатой стихи. Этот текст рисует образно человека с отрицательной характеристикой. Человеку лукавому. В еврейском оригинале соответствует слову велиар. В других местах это слово переводится как беззаконник, негодный человек. В более поздние времена его стали употреблять в значении дьявола. Известно, что в русском языке лукавый стал синонимом дьявола. Не случайно человек лукавый характеризуется как лжец. Прямой, открытый человек не нуждается в столь сложной системе мимики и жестов хитрых, а то и зловещих, которым приходится прибегать лукавому, чье сердце исполнено коварство и желание сеять раздоры. Факт, что нет двух одинаковых снежинок, но каждая из них так прекрасна и особенно. Но кто может сказать, что одна снежинка более полезна, чем другая? Все вместе многочисленные разные снежинки создают восхитительный зимний пейзаж. Подобно этому каждый христианин отличается от других христиан. Бог даровал каждому из нас особые таланты, чтобы использовать их в служении. Но вместе, используя наши таланты, мы создаем прекрасную, активную и живую церковь. Терпение. Не говори, я отплачу за зло, предоставь Господу, и Он сохранит тебя. Притча 20 главу, 22 стих я цитировал. Здесь осуждается желание мстить за причиненное зло. Отмщение – дело Господа, которое сохранит и утешит доверившего Ему свою боль. Часто, когда мы пытаемся самостоятельно решить свои проблемы, все заканчивается разочарованием. Давид писал, «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». 26 апсалом, 14 стих. Сострадание. Благотворяще бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние Его. 19 глава притчи, 17 стих я цитировал. Обычно мы не сознаем, сколько у нас всего есть и насколько мы благословенны. Но даже если мы это понимаем, зачастую мы не помогаем окружающим, у которых всего гораздо меньше, чем у нас. Бог желает, чтобы мы делились дарованными нам благословениями с окружающими. Эгоизм исходит от дьявола и поэтому ненавистен Богу. Больше всего отдает Бог. Он отдал Своего Сына на смерть за наши грехи. Христос – это наш пример. Давайте помнить о том, каким любящим и заботливым Он был по отношению к людям, живя на этой земле. Наша миссия не отличается от Его миссии. Позволим Ему открыть наши глаза, чтобы мы увидели тех, кто окружает нас. Кто-то нуждается в добром слове, кому-то нужна теплая одежда, кому-то объятие или пища. Когда мы оставим в стороне свои эгоистичные желания, тогда сможем заметить нужду духовно или материально бедных людей. Вот это и будет единством, которое желает видеть в нас Господь. Среда в ожидании Господа. Прочитаем два текста Писания. «Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение». 21 глава притчи, 5 стих. «Кто злословит отца своего и мать свою, того светильник погаснет среди глубокой тьмы. Наследство, поспешно захваченное вначале, не благословится впоследствии». Это я цитировал из 20 главы 20-21 стихи. Под наследством, поспешно захваченным, могло пониматься то, которое было вытребовано раньше времени, как в притче о блудном сыне, или захвачено бесчестным образом. Такое наследство обычно сковывает инициативу захватившего его, отбивает в него желание трудиться и быстро проматывается, что и соответствует фразе «не благословиться впоследствии». В стихе 5, 21 главы, это тот текст, который мы прочитали. «Мысль та, что продуманность действий и усердие в труде приносят человеку прилежному изобилие, тогда как действия непродуманные, поспешные, обычно свидетельствуют о небрежности человека, в частности, в работе, которая грозит ему разорением, лишением или бедностью». В стихе 6 этой же главы речь идет о приобретении богатства неправедным путем. Такое богатство недолговечно. Фраза «ищущих смерти» понимается, возможно, в том смысле, что обогатившийся бесчестно сам себе подстроил ловушку, потому что благословением для него сокровище его не станет. Как все это увязать с ожиданием пришествия Христа? Это ли должна быть наша цель перед пришествием? Вот эти негативные предостережения, о которых мы читали в притчах, должны пробудить нас сосредоточиться на главном в жизни христианина. А богатство, зависть, месть – все это приходящее и тормозящее наше духовное развитие. Четверг. Испытание жизнью. Прочитаем текст Писания. «Многие хвалят человека за милосердие, но правдивого человека кто находит?» Притча 20 глава, 6 стих. Это наш памятный стих, вы помните? Давайте посмотрим другие переводы. «Многие из людей проповедуют каждый о своей добродетели, но мужа верного кто найдет?» Перевод Макария Кассиана. Или современный перевод возьмем. «Многие могут называть себя верными друзьями, но трудно найти такого, на кого можно положиться». Видите, в синодальном переводе не так понятен смысл. Кто-то хвалит кого-то, а вот другие переводы раскрывают самовосхваление, как присущий атрибут многих людей. Вспомним, что в одни Христа превозносить себя за дела милосердия свойственно было фарисеям. Как мы читаем? «И так, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою». Во второй фразе стиха с горечью констатируется, что среди таких любителей хвалить со своим милосердием немного сыщица действительно милосердных и в этом смысле правдивых. В связи с этим прочитаю еще один текст. «Вино глумливо, секера буйна и всякий увлекающийся ими неразумен». Притча 20 глава 1 стих. Это синодальный перевод. Мы этот стих часто цитируем. Но он ничего не говорит нам по нашей теме о хвастовстве. Но давайте возьмем этот же текст в другом переводе. Я беру современный перевод. «Вино и пиво лишают человека разума. Он становится шумен, начинает хвастать и совершать глупости». А что о хвастовстве говорит апостол Павел? «Хвалящийся, хвались Господом». Он фактически цитирует слова пророка Иеремии. «Но хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». Иеремия 9 глава, 24 стих. «Жизнь ставит перед нами постоянно свои испытания. Дьявол пытается сломить нас на свою сторону. У него много для этого приемов, не богатством, так хвастовством, тем, что у нас есть и что мы собираемся приобрести. Но Бог желает уберечь нас от этой пустоты. «И дела их идут вслед за ними», читаем мы в Откровении в 14 главе 13 стих о награде праведных. «Только будущее покажет настоящую ценность личности». Сейчас люди могут хвастаться своим богатством, знаниями, физической силой, и, возможно, они всем этим действительно обладают. Но что это значит в глазах Бога? Как часто качество характера, достижения и дела, которые люди считают важными или впечатляющими, оказываются бессмысленными и тщетными, каковыми и являются на самом деле? Пусть нашим девизом будут слова Христа, «Претерпевший же до конца спасется». Пятница. Здравый смысл. В главах 20 по 22 может показаться, что некоторые высказывания повторяют некоторые притчи из предыдущих глав. Когда мы читаем эти главы, важно помнить две вещи. Во-первых, первая строка каждой главы и часто первые слова объявляют тему главы. Это невозможно применить ко всем главам книги-притчи, но это, безусловно, относится к главам 20 и 21. Во-вторых, многие из терминов, используемых в этих главах, например, «имя» или «серебро» и «золото» являются метонимией. Термин «метонимия» означает, что автор заменил слово или фразу другим словом или фразой. Например, «имя» является метонимией для репутации, а «серебро» и «золото» означают земные богатства. Другими словами, книга-притчи написана в форме загадки. В этой главе четыре раза упоминается царь. Тексты 2, 8, 26, 28. Чтобы усилить важность здравого решения. Представьте, что случилось бы со страной, говорит Соломон, если бы царь был не способен здраво рассуждать. Наиболее важным признаком здравомыслия является решительность, то есть способность знать, когда нужно начать, тексты 4, 15, когда остановиться, текст 3, а когда сказать «нет», текст 16. Здравое суждение также отличается проницательностью, способностью распознавать хороший совет, текст 18, и применять здравый смысл, текст 19. Чтобы обладать такими качествами, надо быть милосердным, текст 20, 21, 28, 29, и смиренным, всегда осознавая собственные недостатки, текст 5, и тот факт, что бдительный взгляд Бога исследует наши мотивы и сокровенные мысли, тексты 5, 12, 24, 27. Жизнь людей рассудительны будет характеризоваться честностью, тексты 7, 10, 14, 23, терпением, тексты 17, 22, и твердостью, текст 25, во всех ее сферах. Как источник мудрости, Бог предлагает позитивное решение всех жизненных проблем. В книге притчи Соломон призывает нас пить из этого источника, чтобы наша каждодневная жизнь с Богом и окружающими была лучше. Книга притчи содержит наставления для людей разного возраста. Это самый полный источник мудрости, ведущий к благоразумной жизни. Божья мудрость требует от нас доброго отношения к людям, потому что доброта помогает направлять людей на путь вечной жизни. Как мы видим из опыта Адама и Евы, человеческая мудрость часто выглядит привлекательно, но имеет смертельные последствия. Изучение Библии, направляемое Духом Святым, это верный путь улучшения жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин А.Семкин Корректор А.Егорова